Музыка Одним из самых ярких и запоминающихся событий лета литературного Саянска стал песенно-поэтический вечер с участием гостей, бардов и стихотворцев из Ускута. Творческую бригаду в наш город пригласила поэтесса Надежда Ёлкина, которая не так давно переехала в Саянск. В Ускуте же Надежда долгие годы работала в литобъединении «Причал» и все участники творческого вечера – ее добрые друзья. Есть города с каштанами и розами, места есть незнакомые с морозами, там солнце, море, лето, круглый год, а мне пусть кут милее, с небросскими аллеями, люблю шулу искристую, что Лена вдаль несет, люблю просторы ленские, люблю тоску вселенскую, что нам зима седая соткала. Пусть нет здесь орос с каштанами, но лето долгожданное, милее постоянного тепла. Очень хотелось бы, чтобы мои друзья побывали, посмотрели на мой уже новый теперь город, чтобы мой город посмотрел на моих друзей. Они очень талантливые, талантливые люди, как и все люди похожи друг на друга, но тем не менее они настолько, вот даже мы отличаемся своими способностями, вот мои друзья одаренности, вот друг от друга разные темы у нас, разные интересы, и вместе с тем это все так, какой-то, знаете, букет такой, семицветик, да, получается, что там все представлено. Всего два года живет Надежда Ёлкина в Саянске, но уже стала активной участницей местного литературного объединения, литературная среда. Сам же город, говорит она, знает не один десяток лет. Вообще я в Саянск, наверное, с первого камня знаю, у меня тут все родственники. Вот мы ездили, в зиме жил дядя, да и там тоже куча родственников. Ездили сначала, за продуктами они сюда ездили, и мы вот прокатывались по этим улицам, смотрели на это все. Потом они сами сюда переехали с теткой, тетушка, слава богу, сейчас жива, я с ней дружу. А потом, когда осталась одна, муж умер, царство небесное, и вот думаю, ну что одной там. Дети выросли, уехали, ездят, приезжают редко, я тем более, думаю, нет, поеду, я к родне поближе. Вот так я здесь очутилась. Два года, да? Да, два года живу, третий. Пришла и сразу пришла сюда, потому что, ну, я уже привыкла с людьми такими общаться, мне без них скучно, мне без них вообще не интересно. Меня очень хорошо приняла Ольга Лазаревна. Сразу же тут было большое мероприятие областного значения. Здесь, в Саянске, она меня пригласила, я с удовольствием пришла, познакомилась с людьми, с некоторыми поучаствовавшими мероприятиями. В общем, она теперь меня не теряет, и так постепенно познакомилась со всеми другими, спасибо ей огромное. Здесь вообще, в Саянске, очень много людей приятных, в библиотеке, в школе, где я работаю, в гимназии. Мне здесь нравится. Несмотря на то, что жительницей Саянска Надежда Ёлкина стала совсем недавно, ее творчество уже знакомо горожанам. Многим читателям газеты «Новые горизонты» приглянулся очень добрый и светлый рассказ «Рождественская сказка», опубликованный в еженедельнике. Свои стихи Надежда читает и на многочисленных творческих встречах. А совсем недавно ее произведения вышли в свет сборники саянских авторов, литературной россыпи. Это большая радость, большая честь быть напечатана в книге, в сборнике, посвященном юбилейной дате. Вот это моя страничка. Радость и честь у меня большая. Эта публикация в сборнике не первая. В родном Усть-Куте стихи и рассказы Надежды Ёлкиной печатались частенько в газетах, сборниках и даже в специализированных педагогических изданиях. По профессии Надежда – учитель иностранного языка, поэтому многое в ее творчестве связано с детьми, педагогикой, учительством. Ну, это немножко про меня. Я дни рождения не праздную, за цифру стыдно, и давно. Но рада все ж, что личным праздником опять стучит сентябрь в окно. Под рюмку чая и не более с подругой песни попоем. Потом всплакну слегка задулю я, что одиноко не вдвоем, что с каждым годом все труднее мне, в делах хранить былой азарт, желаний с каждым днем все менее, чем даже год всего назад. Вдруг озарила в церковь надовую, молитвой душеньку спасать, но снова за компьютер сяду я, чтоб план урока написать. Вот такое. Педагогом с большим стажем. Пишет Надежда и для детей. Ее стихи обожает слушать внучка. День рождения у Ежихи. День рождения у Ежихи. Вместо старого пальто сшили белочки-портнихи ей с иголками манто. Для шитья красотки-елки одолжили им иголки. И к манто грибы-обабки смастерили чудо-тапки. Две лисички, две сестрички, ножки тонкие, как спички, шубки ярко-рыжие, ей панамку вышли. Про подарки рыжики лишь только услышали, с катертью да самобранкой застелили всю полянку. Стих, читая на полянке, жук надел на нос очки. И развесили гирлянды ей подружки-светлячки. Чистят к празднику дорожки, ставят в ряд тарелки, плошки, удалые пауки. Все Ежихины дружки. Волки бросили буянить, заиграли на баянах. Подарил медведь весь мед, что запас на целый год. Запоздавшая зайчиха проскользнула тихо-тихо. И в подарок принесла лук, капусту и морковку, приготовленные ловко. Две конфетки, три банана. Спела тоненьким сопрано. Помогал ей бурундук. На гитаре бряк да стук. Ах, Ежиха-щеголиха, стол накрыла под сосной. И выплясывает лиха вместе с ней народ лесной. Написан и готовка с дальнего надежды и удивительный детский рассказ «Лушенька». История о маленькой девочке, которую стоит почитать и детям, и их родителям. Мою маму звали Лукерия Ивановна. И вот как-то... Ну, этот рассказ совершенно не о ее жизни. Моя мама пережила трудное детство, военное детство. А это рассказ о очень благополучной девочке из очень такой семьи, что, наверное, нужно это всем читать, и взрослым. Такая она, какой-то добрый такой рассказ. И девочка-то такая получилась у меня. Настасья Лушенька. Я, вообще-то, рекомендовала бы прочитать, но мне даже, знаете, показать, нет, нету экземпляра как-то. Но так получилось, я раздарила все. Электронные действия, может быть, еще и сделаю и решусь. Может быть, и зрители что-то увидят. Очень бы хотелось на это надеяться. Ведь каждое произведение этой милой и приятной женщины такое же доброе, светлое, как и она сама. В жизни немало грусти и зла. Так зачем этот негатив приумножать, считает она. Основная тема, объединяй темой. Знаете, доброе. Я люблю, чтобы было там про доброе, чтобы было не как не надо, а как надо. И еще юмор забавный люблю. Вот первое, мне хочется писать про добро. Даже у меня одно стихотворение такое есть. Не мараю свое перо ни чернухой, ни клубничкой. Я стараюсь писать про добро, я стараюсь блюсти приличие. И пусть строгие, высокообразованные литературные критики смогут найти в стихах и рассказах Надежды Ёлкиной какие-то неточности и неправильности, вслуги, стили, ритми. Пусть. Это не важно. Главное то, что от ее творчества кому-то на свете станет чуточку теплее, светлее и радостнее, а окружающий мир станет хоть на толику добрее. Для этого стоит писать. Такая цель стоит того, чтобы творить. Редактор субтитров А.Семкин